Руководители всех спортивных учреждений Нижнего Тагила отчитались главе города о готовности к тренировкам и организации соревнований с учетом всех требований Роспотребнадзора. Совещание состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский», который является объектом одной из крупнейших спортивных школ города. Занятия в Юпитере по десяти видам спорта посещают свыше 1350 человек. Мы на сегодняшний момент запустили только спортивную подготовку и членов сборных команд на наши объекты для того, чтобы реализовать те проекты, которые уже были намечены. У нас было приобретено ряд рецептуальных ламп, санитайзеры, маски, перчатки, пирометры для того, чтобы выполнить те требования самые основные для принятия на нашу базу спортсменов. Нельзя забывать о социальной дистанции. На групповых занятиях может присутствовать не более 20 человек. У всех спортсменов и персонала должна быть замерена температура, обработаны руки и надеты маски. Потихоньку начинаем реанимировать тренировочный процесс, но, как вы понимаете, ответственность принятия данного решения достаточно серьезная. Поэтому сегодня мы собрали всех руководителей всех наших учреждений и еще раз с заместителем руководителя отделения Роспотребнадзора проговорили все нюансы, которые связаны с принятием данного решения, с теми требованиями, которые необходимо соблюдать. В настоящее время завершается поставка в спортшколы всех необходимых средств защиты. Также заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев довел до директоров спортивных школ информацию о текущей ситуации с распространением коронавируса и объяснил, на какие моменты им, как руководителям, необходимо обратить внимание во время возобновления работы.